Чеш пшелчели, я стем Анджеем, запрошам и до моего канала на ютубе. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале на ютубе. Итак, сегодня уже у нас с вами пятый урок, дорогие друзья, и сегодня разговор пойдет о такой теме, как железнодорожный вокзал. Мы разберем основные фразы, которые, скорее всего, вам помогут на вокзале, которые вам будут необходимы. Итак, первое слово, что вам нужно знать, как же будет железнодорожный вокзал. Железнодорожный вокзал в Польше будет Дворжец Калоеве. Дворец Калоеве. Как дворец, дворжец Калоеве. И, скорее всего, вам нужно будет его найти, если вдруг по какой-либо причине нужно найти вокзал. Такая фраза как, как мне дойти, либо доехать до вокзала. Як дождь, как дойти? Или же, як доехать до дворца Калоевего? Як дождь до дворца Калоевего? Следующий вопрос. До вокзала далеко? Як далеко до дворца? Як далеко? Нужно выучить эти обороты слов, как там начинается. Як далеко? До вокзала далеко? Як далеко до дворца? Як далеко? И следующий блок слов будет непосредственно на вокзале, на дворцу, на дворцу, на вокзале. И, возможно, вам нужно будет найти какие-либо объекты. Так вот, построение предложений строится, в принципе, просто. Начало начинается одинаково. Гиджетуест. 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 Например, как пройти в билетную кассу? Гиджетуест. Касса Белотова. Гиджетуест. Касса Белотова. Если говорить дословно, где здесь есть касса Белотова? Гиджетуест. Касса Белотова. Следующий, например, нужен зал ожидания. Гиджетуест. Почекально. Гиджетуест. Почекально. Можно говорить либо Гиджетуест, либо просто говорить, где есть. Где есть? Почекально. Где есть? Почекально. Следующий. Обмен валюты. Гиджетуест. Кантор. И, скорее всего, это то, что вам будет необходимо. Если вы не побеспокоились об обмене валют еще в стране, с которой вы выезжали, то, скорее всего, вам понадобится обмен валют. И могу сделать из себя такую небольшую ремарку. То есть, например, гривны в Польше лучше не менять, так как там достаточно невыгодный курс для вас. Лучше сразу брать в Украине еще злотые. Можно поменять злотые. Либо же брать с собой еще дополнительно доллары, либо евро. Так будет более выгодно для вас. Ну, ориентировочно 100 долларов, например, это 400 злотых. То есть, возможно, чуть больше. Курс постоянно меняется. Ориентировочно 100 долларов, это 400 злотых. Поэтому доллары-то менять достаточно оптимально и нормально. То есть, лучше брать с собой доллары. Гривны лучше не брать. Следующее, что вам может понадобиться, это справочное бюро. Справочное бюро, это будет информация. Где-то есть информация. Где-то есть информация. Следующая платформа. Где-то есть перроны. Где-то есть перроны. Следующий, возможно, понадобится буфет. Где-то есть бар. Бар, буфет. И последнее, это где здесь туалеты. Где-то сон туалеты. Где-то сон туалеты. Где-то сон туалеты. и еще возможно будут такие фразы я хочу получить свой багаж приехали хотите забрать свой багаж чал бы чала бы подобрать свой багаж чал бы хотел бы либо же в чала бы хотела бы женщинам чала бы подобрать свой багаж я хочу получить свой багаж и следующее возможно кто едет по рабочим делам нужно квитанции например нужны какие-то фиксация ваших расходов и вам нужна квитанция вы говорите дайте пожалуйста квитанцию попрошу о квит попрошу о квит дайте пожалуйста квитанцию все еще вопросы вы это уже скорее всего относятся к вопросам в билетной кассе когда отправляется следующий поезд до берлина кеды одежде на стендный почерк до берлина кеды когда кеды можно запомнить это он часто приходится кеды кеды одежда на стендный почерк до берлина во сколько отправляется поезд до варшавы о которой одежда почернг до варшавы о которой одежда почернг до варшавы и еще есть когда прибывает поезд вену например либо можете поставить любое вроцлав познань киев о которой тем почернг бенже в ведню бенже так как будет чтобы было более легко запомнить бенже будет о которой тем почернг бенже в ведню мне надо будет пересаживаться чему шишечек счетач чему шишечек счетач счетачь счетачь с какого пути отправляется поезд с которого тору одежда тем почернг с которой готовы одежда тем почернг торп путь строго тору в этом поезде есть спальные вагоны чистым почернгу есть вагон цепиальный почернг поезд кстати почернг чистым почернгу есть вагон цепиальный я хотел бы билет в одну сторону до брюсселя попрошу билет в одну страны до брюсселя попрошу билет в одном страны до брюсселя ну и конечно же после всех этих вопросов у вас возникнет вопрос сколько же стоит билет как задать этот вопрос сколько стоит билет или коштую билет или коштую билет или сколько коштую билет так вот это были основные фразы на тему на вокзале и кому было полезно это видео ставьте лайки мне это будет очень полезно при создании следующих видео подписывайтесь на мой канал по land work for you и ждите еще видео следующее видео будет еще более полезными и интересными для вас всем спасибо за просмотр данного видео всем хорошего дня до свидания